Здравствуйте, Ньюсру. У нас два вопроса. Первый вопрос. Как МИД оценивает заявление премьер-министра Армении Николая Пашпиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана в преддверии трехсторонней встречи в Москве? Повышает ли это шансы на подписание мирного договора? Во-первых, подобные заявления о политическом видении устройства государства – это все-таки прерогатива Армении и ее народа. Второе. Я принимаю ваш вопрос только в том ключе, что Россия является посредником урегулирования, и в этой связи действительно важно иметь четкую позицию государства, в частности Армении, по этой теме. Потому что это не просто тема, это не просто вопрос, это длившийся много лет конфликт и посреднические усилия, которые оказывались по линии международных структур и региональными странами. И, конечно, безусловно, для продвижения вперед, в том числе и по тем документам, которые были подписаны, необходимо понимать четкую позицию государства на этот счет. В этой связи мы рассматриваем заявление премьер-министра Армении как подтверждение позиции, которая была занята им в ходе саммита в Праге 7 октября прошлого 2022 года с участием лидеров Азербайджана, Армении, Франции и ЕС. Тогда было принято совместное заявление. Оно содержит ссылку на Алматинскую декларацию 1991 года. В этой декларации административные границы между бывшими республиками Советского Союза признаются в качестве межгосударственных. Как мы неоднократно говорили, пражская договоренность создала качественно новые рамки переговорному процессу между Баку и Ереваном. Но еще раз подчеркну, участниками той встречи в Праге были Азербайджан, Армения, Франция и Европейский Союз. Мы также отмечаем, что последние высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна вызвали, конечно, неоднозначную реакцию самой Армении на горном Карабахе. Это, безусловно, только в контексте их внутренних политических полемик я упоминаю, но все же. Что касается самого проекта мирного договора, то последний раунд переговоров Миномдела Азербайджана, Армении, как вы знаете, состоялся в Москве 19 мая. Считаем, что он позволил улучшить понимание между сторонами и сблизить их позицию по ряду вопросов. Подробно на этот счет высказался Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Все на сайте опубликованы, все стенограммы. Продолжение следует...